здравствуйте мои дорогие друзья с вами это Роман Головин канал о питании сегодня хотим поговорить золотая середина питания тема лекции многие уже знают но вроде бы все просто да говорит обычные вещи слова как все вроде мы все знаем на самом деле как-то забывается все и естественно лучше послушать лишний раз такие интересные моменты фразы которые будут вас стимулировать смотреть более чаще что вы кладете в рот даже если отрешиться того допустим вы не врач вы не диетолог вы не какой-то специалист не человек который углубленно увлекается питанием то есть вы грубо говоря можете питаться и не понимать что с чем сочетается какое количество пищи есть можно ли воду с едой смешивать там кислая со сладким смешивать и так далее и поэтому я вас призываю всегда находиться в золотую середину например вот вы кушаете например да первое правило не переедать второе правило тщательно жевать третье правило после каждого питания чистить зубы полоскать чистить зубы даже можно без зубной пасты и разных там растворов химически просто полоскать водой и можно с собой зубную щетку на если пошли в туалет прополоскали раз раз почистили чуть-чуть все воду и еду отдельно разделять то есть где-то 20-30 минут перед едой 20-30 минут после еды пить ну и чем больше ешьте тем больше промежуток времени что можно выпить воду после еды если там чуть-чуть по или даже можно там через 15 минут выпить или до еды чистый до еды за 15 минут попить далее стараться первое второе и компот да как в известном фильме не мешать то есть если суп едите значит суп например да там есть это 2 значит 2 если там пьете значит отдельно лучше пить фрукты отдельно фрукты то есть не нужно смешивать вот они пересаливать да ченщур остро не есть повреждается слизистая желудка двенадцатиперстные кишки также стараться слишком горячий холодно не есть когда слишком горячие видите да тоже может вызывать какие-то повреждения слизистой оболочки кишечника то есть у вас постепенно образуется гастрит слишком сухомятку постоянно не ешьте когда люди едят постоянно сухомятку то есть это тоже раздражает слизистую вызывает гастрит ну то есть у студентов так называемые гастриты часто образуются или у тех людей которые все время в офисе сидят и некогда следить за своим здоровьем старайтесь не злоупотреблять фастфудом старайтесь не есть очень много мяса очень много без привычки не пить каких-то кислых соков то есть ваш организм еще не готов сразу смешивать с водой старайтесь 10 раз в день кофе не пейте чай то же самое то есть это тоже не есть хорошо то есть опять же золотая середина три четыре раза пять раз в день поешься но разделите их все отдельно захотели фрукты поели фрукты пить отдельно попили так второе поели чем-то да там картошечку там у нас рыбка на салатик поели захотели там отдельно там мясо если кто ест там с гречечкой поели так далее все это ваша еда через какое-то время можете попить собой взяли попили прошло там 20-30 минут попили или перед этой попили я понимаю что многим людям тяжело что вы привыкли я тоже самое то же самое делал раньше вот естественно всегда хочется всего намешать что было вкусно хорошо приятно как бы да кайфово того что все-таки пища это как наркотик да вот многие заметили бросать пить например там да сложно по курить бросить есть это еще сложнее то есть это такой самый самый большой наркотик кто-то понервничал да хочется вкусного что-то заесть кто-то там например понервничал захотел поесть там ну кто-то наоборот не хочет есть и так далее много слишком тоже не голодайте с непривычки не всем людям подходит длительное голодание то есть это очень важно старайтесь все-таки голодать один с одного раза хотя бы начинайте водное голодание и так далее видите везде нужна золотая середина проснулись пускай проснется организм хотя бы полчаса потом поешь ложитесь спать до сна за два часа хотя бы не ешьте то есть такие моменты чтобы организм переварил пищу и желудок тоже кишечник отдыхал во время сна то есть он не тратил такое количество энергии и чтобы сильнее высыпались это важно особенно для тех людей кто очень много работает рано просыпается вообще мало спит для тех людей кто мало спят конечно же нужно за два часа до сна не кушать желательно есть люди которым даже три часа надо не кушать но если у вас есть интуиция ощущение да вы можете по этим ощущениям жить чувствовать что вот на данный момент лучше вам не кушать три часа до сна те люди которые худеют я уже рассказывал не нужно слишком крео такие знаете экстремальные виды диет включать вот уже или жили нормально резко диета как будто организм не понимаешь с ним происходит это шок стресс для него и потом когда там через месяц через два диета заканчивается вы резко опять начинаете все в подряд есть его еще больше наберете потому что организм будет думать что вы сейчас опять его обделите и он будет максимально сохранять жир из запаса с вами вот естественно вся химическая цепочка по-другому в организме начинает работать с чаем тоже желательно там ни мед не пить потому что мед при нагревании разрушается всякие там тортики разные тоже желательно с чаем не пить это все отдельно лучше есть вода это вода ну хотя бы там когда небольшое количество воды там с тортиком а потом уже через какое-то время можно отдельно там травку какую-то заварить там чай зеленый и так далее кофе тоже не следует много пить газированных напитков тоже не следует пить минеральную воду тоже постоянно пить нельзя это все чревато последствиям то есть максимум там бутылочку в неделю минеральной воды выпить какой-нибудь хороший газировка сладкая она сильно также раздражает кишечник может вызывать гастрит и обздутие различные естественно вы очень сильно толстеть начинаете старайтесь больше все-таки уделять внимание таким вещам как каши какие-то там бобовые супчики да там рыбка яйца деревенские рыбка с маслом морская допустим речная горная то есть это все такие вещи полезно лучше съешься меньше но качественной еды да нежели там каком-то фастфуде там а кушаться там да за 100 рублей там гамбургер какой-то взять я считаю что лучше более качественную пищу более дорогой вы получаете же с пищей энергии вы не едите только для вкуса помимо вкусов пищи есть энергия которую получает организм на самом деле организм ну сложно понимать что минералы витамины ему просто нужна энергия как эту машину да вы заливаете какой-то качестве бензин качественно топлива или дизель какой также здесь организм нуждается в приемом высококачественном топливе и конечно же просто так перейти от одного вида питания на другой вид питания сложено нужно время и у одного это года занимает другого там минимум этот год займет кто-то 5 лет кто-то 6 лет а если еще есть какие-то хронические заболевания вам вообще надо быть очень-очень аккуратным чтобы у вас не было никаких проблем при переходе с одного вида питания на другое но у тех людей у кого есть проблемы хронический желудочно-кишечный тракт там они примерно понимают какую диету надо соблюдать особенно если это хронические заболевания и они наблюдаются у врачей кучу книг уже начитались врачи тоже много ученых советовали но большинство врачей на самом деле не понимают как мы направим питаться иначе бы врачи были все были здоровыми людьми а врачи это самые больные люди на самом деле потому что я сам в милиции 15 лет отработал и прекрасно понимаю о чем я говорю и вот в пище всегда должна быть во всем золотая средина что бы вы ни сделали вы старайтесь если вы не знаете как это делается если что-то мешаете то немного мешаете больше трех продуктов не смешивать например за один раз вот когда вы все все намешивать естественно организм человека очень сложно выделять желудочный сок вот желудочный железный сок то есть вот эти все соки которые будут выделяться они не будут качественно обрабатывать ваш пищевой комок который сформировался тщательно жуйте да чтобы он уже начинал во рту обрабатываться и когда это доходит до кишечника очень-очень легко перерабатывается да и микроорганизмы которые в кишечнике в солнцем кишечнике живут им гораздо легче будет до двух с половиной килограмм живут в кишечнике и кстати кишечник обладает своим мозгом и он автономно работает если даже головной мозг разрушается были много экспериментов то кишечник работает автономно это очень важно вы должны это понимать всегда я на связи как бы да всегда можно проконсультироваться пишите записывайтесь на консультацию если хотите подобрать похудеть потолстеть там накачаться там да излечиться от каких-то заболеваний пожалуйста всегда обращайтесь с удовольствием я вам помогу и в свое время я тоже также экспериментировал но вот эти эксперименты они конечно начинают влиять на здоровье человека чтобы вам не экспериментировать вот обращайтесь и тогда будем вместе с вами искать подход к лечению к вашему хорошему самочувствию таким образом всегда найдем консенсус и так с вами был Роман Головин канал о здоровом питании всего доброго всем счастливо